Итак, здоровая семья — это семья, в которой люди сильно хотят быть вместе. Они ведут здоровый образ жизни, наполняются энергией, учатся кушать правильно, учатся служить Богу. Хотя бы один человек начинает так жить, второй подключится. Всегда через один, на следующей ступеньке. Вот смотрите, если вы пошли вверх, близкий человек будет на ступеньку ниже вас до определенного момента. Смотрите, есть определенная точка, после которой он приближаться к вам начинает. И вам до этой точки нужно дойти, дотерпеть. Вот близкий человек не развивается, вам так кажется. Вы когда развиваться начинаете, он меняется, но вам бы хотелось, чтобы больше. Он всегда отстает на один шаг, и как будто для вас это уже пройденный этап, понимаете, для него только начало. И вот он идет вот так, на шаг ниже. Когда вы доходите до определенной точки, какая точка, я вам сейчас скажу, вот здесь, когда вы уже согласны с ним, что он такой, вот вы развились так, что согласны, что у вас такой близкий человек, с этого момента он начинает быстрее развиваться, чем вы. И потом может даже обогнать. Мужчина, по идее, обычно это бывает, женщина первая, обычно так бывает. Женщина первая, мужчина отстает чуть-чуть. Потом он догоняет, когда она уже согласна, что он такой. Когда она согласна, в этот момент она своей любовью растапливает его, свою судьбу плохую. Допустим, она уже приняла мужичка, вот каким он есть, какой есть у нее, какой есть, такой есть. А приняла его, и с этого момента пошла его любовью растапливать его недостатки. И все. И дальше он будет лучше, лучше. И он потом ее обгоняет и за ней тащит ее за собой. Сначала всегда женщина вытаскивает мужчину. У женщины, женщина ближе к Богу, у нее сердце ближе к Богу, она открыта к истине. Вот любую девушку посадить, нормальную более-менее на лекцию, она сразу начинает слушать. Она сразу, вот она истину женщины все чувствует. Сразу раз, включилась, начала слушать. Любая женщина. Мужчину посадить, любой мужчина не будет слушать. Вот женщины, знаете, как лекции слушают, вот так. Они впитывают все в себя, все знания, так нравятся знания. Мужчина как служу. Если взять в мыслях покопаться, я чувствую мысль людей. Женщина слушает. Это правильно. Это еще не знаю. Это правильно. Это не знаю. Это правильно. Это не знаю. Понимаете, вот так она слушает. Мужчина слушает мужчину такую. С этим согласен. С этим не согласен. С этим согласен. С этим не согласен. Понимаете? Когда мужчина соглашается, уже он доверяет, начинает доверять. Он слушает очень внимательно. Думает, так, хорошо. Это мы проверим. Это мы проверим. Подумаем над этим. Женщина, когда начинает доверять, она петвит еще сильнее. Она такая. У нее меняется микросхема. Чип меняется внутрь. Перепрошивка происходит. Она приходит домой. То есть она послушала лекцию. Приходит домой. И муж говорит. У нас начинается новая жизнь. У нее перепрошивка происходит внутри полная всего. Она говорит. У нас начинается новая жизнь. Какая новая жизнь? И она начинает тянуть его потом к этой новой жизни. Тянуть. Если она перепрошивается не тем, чем надо, она забывает быстро это. Она перепрошилась, потом чем-то другим перепрошилась. Забывает. Но если она услышала правду, она никогда не забудет. И будет мужика тащить, пока его не вытащит. До последнего будет тянуть. Поэтому женщины это сердце человечества. Сердце человечества. Благословляющая часть. А мужчины это паровоз человечества. Это движущаяся часть. И чтобы паровоз поехал, нужно долго его толкать сначала. Долго. Медленно заботиться. Чук, 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 чук. Потом раз опять что-то встал. Чук, 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 поехал опять встал. Потом чук, 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 чук. понеслась и потом не останусь женщина садится в паровоз потом и смотрит окошечко дальше уже париться не надо мужика вытянуло и можно спокойно счастливо жить